Друзья, доброе утро! Сегодня второй день путешествия по Индии. Мы едем дальше в Ганготу. Два часа нам до нее ехать, если не ошибаюсь. Там у нас будет остановка термальный источник. Если мы успеем, если нет, то на обратном пути обязательно посетим. В общем, в сумме в дороге мы будем 10 часов сегодня. Дорога такая, очень извилистая, поэтому если кто-то слабым желудком или ему плохо бывает, покупайте специальные таблетки, заранее пейте их, потому что тут повороты, повороты, остановки, дергания, постоянная машина. Очень тяжело. Виды очень красивые. Дорога такая страшная. Это индийская дорога. Я сниму, вам покажу, посмотрите. Потому что тут есть асфальт, есть и гравейка, есть и обвалы, есть, когда машины там по одной проезжают. Ну, короче, прикольно. Смотрите, какие здесь виды. Мы сейчас остановились на завтрак. Утром у них, как правило, есть только блины, чай. Ну, возможно, омлет. Вот у нас омлет еще будет. Друзья, посмотрите, какая красота здесь. Омлетик. Ребят, как вам еда? Очень вкусно. Вкусно? Что тут вам дают? Омлет. А это что такое? Овощи. Овощи карри острые. Спасибо. Очень рекомендуем. Обалдешь. Можно было бы остаться здесь на обед и на ужин. Но надо ехать. Спасибо. 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 В сучении, ребята, пушки везут. Сделали небольшую остановку. Укачивает сильно, поэтому... Смотрите, какая здесь красота. Дорога, конечно, такая. Поворот на повороте и поворотом погоняет. Ехала индийская армия, только что проезжала с пушками. Несколько машин. А запах здесь какой. Не передать такой. Хвоя, малина, травы какие-то. Красота. Я там на предыдущем стоянке немного неправильно сказал. Наша общая дорога займет до места нашего, до конечной точки сейчас 10 часов. И мы будем делать остановки. У нас сейчас вот была остановка. Мы проехали 2 часа. Ехали по дороге. Дорогу размыла река. Вышла из берегов. И не вышла, наверное, из берегов, а просто она разлилась и смыла дорогу. И поэтому дорога, там, гравейка, ее пытаются восстановить, но сколько ее будут восстанавливать, непонятно. И дорога такая очень, ну, тяжелая. Ребят, как вам поездка? Как дорога переносится? Вячеслав? Фотографирую. Вообще как-то страшно. Я видео. Мы остановились возле столба 666. В Индии это число счастья считается счастливое. Ну, и вот наши военные опять рулят. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Мы поднялись на 1400 метров. Срыв сон. Потом спустились. Потом опять поднялись. Опять спустились. Так вот. Перепады вверх-вниз. Конечно, пока постоянно хочется спать. С из-за того, что давление тут поднимается, попадает. Ну, опять мы спускаемся. А потом мы опять на 300 метров. Вот мы сделали еще одну остановку. Мы спустились вниз. Вот мы, когда ехали с вами, я показывал речку большую, приток Ганги. Вот мы сейчас у ее истоков, на берегу ее находимся. Здесь есть аптека. Вот в таких аптеках можно купить таблетки от тошноты, от того, чтобы вас не укачивало. Вот такие сладости. Смотрите, мне тут все возможное. Таблетки называются авамин. Вот такие вот покупайте, если вам. В любой аптеке. Вот так это делается. Авамин. Стоит 35 срубий за одну упаковку. Это меньше доллара. Пол доллара. Заехали на заправку. Заправки такие небольшие. Находятся в незаметных местах. Стоимость топлива 80-88. Это бензин. И дизель 74-10. Примерно доллар. И дизель доллар. А здесь доллар и 10 центов приблизительно. Цена получается. Наша машина, на которую мы ездим. Наш водитель обновил. В прошлом году у него была другая модель. Взял более новую. Мы сейчас остановились в поселке Лутакаш. Здесь нам должны выдать разрешение дальше на въезд. Потому что без них нельзя находиться на территории, куда мы дальше едем. Поселок здесь большой. Здесь же речка протекает. Приток Ганги. Сейчас вам покажу. Вот такие домики тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот мы приехали. Дезем-возим купаться. Здесь термальные источники сверху. Сейчас поднимемся на второй этаж туда. Все посмотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, ну что скажете после Родоновых ван? Как оно? Как заново родился. Как заново родился? Кирилл, ты как? Как тебе ванны Родоновые? Хочется не вытираться, а все. Температура воды как в утроме матери. Круто. Реально, температура около 40 градусов. Говорят, летом еще жарче. Короче, такое ощущение прикольное. Смотрите, какой вид. Вот мы покупались, и смотрите, сколько людей пришло еще. Мы вовремя пришли, вовремя уходим. Вот такие виды. Это место называется Канганани. Мы до него ехали где-то около 7-8 часов, но оно того стоило. Здесь обязательно нужно остановиться, искупаться. Я надеюсь, когда вы здесь будете, людей будет мало. Вам повезет так, как нам, и вы тоже сможете окунуться своей компанией. А когда людей много, там, конечно, не очень интересно. У нас очередная остановка. Опять подъем вниз, опять вверх. Мы в поселке Горали. Здесь продают яблоки. Сейчас будем покупать. Здесь же их и выращивают. Вот прямо, сказали, здесь сбоку, за этими зданиями, находятся деревья яблочные. Пойдемте посмотрим. Ну и вот то, что они и говорили. Видите, яблочные деревья. То есть тут деревья. И вот оттуда, вот сверху мы. Яблоки, яблоки, яблоки. Еще раз яблоки. Статуя Шиви. Здесь, смотрите, еще что-то есть. Комната. Под землей. Смотрите, как здесь красиво, какие горы, какие виды открываются. Вот мы приехали на место. Приезжает тут министр какой-то. Из-за этого пешочком мы будем чапать сейчас на место своего назначения. Метров 300. Красиво. Как тебе, Володь? Как дорога в 10 часов? Вообще легко. В такой компании не заметили. Как будто полчаса. И 10-100 долларов. Вот мы уже подходим к месту нашей дислокации. Вот мы на месте. Смотрите, вот хребты гор заснеженные. Речка. Мы тут немножечко потерялись с моим коллегой Володей. Дошли до храма. Сейчас сходим в него обязательно поснимаю. Ну, а живем мы вот в таком тест-хаусе. Вот, смотрите. А тут у нас... А, это соседняя комната, судя по всему. Мы ставим стопы параллельно. Расстояние между стопами сантиметров 15. Не больше, чем мы решили на стопы. Делаем невысокий подъем на носочке. Коллегки прямые, да? И въем пятками об землю. Если не холодно, можно разуться. Тогда будет сильный удар. Противопоказание одно. Вольф выяснился. Выше никакого нет. По дыханию. По, кто, кто на подъеме полностью расслаблен на упражнении. На ударе выдох тоже через рот. Смотрится вот так вот. Подъем буквально на полсидент. Вот так вот. И полностью вся расслабляешься. И акцент делаешь на расслаблении мышцыца. Друзья, ну что я вам хочу сказать. Воды горячей нету. Ну, это Гималаевша, поэтому здесь это норма. В принципе, водная вода прямо с гор. Очень хорошо сбежает после зарядки, которую мы сделали. Это просто круто. Я сейчас вам покажу ванную комнату, как она выглядит. Чтобы вы понимали, у вас не было шока. Поэтому, если вы едете сюда, вы должны понимать, как здесь будет. Здесь есть, возможно, гостиницы или отели, которые лучше. И там есть теплая вода и так далее. Но в основном это вот такого плана, в котором живем мы. Вот это ванная комната. Все, как обычно, видите. Ведро, туалет. Здесь уже не такой, как в прошлом. Здесь реально туалет. В принципе, здесь все то же самое. Он просто... Я вам и дезинцировал, короче, видите, да? Ну, вот и все. Вот и вся ванная комната. Вот мы в самом поселке. Куча магазинчиков много, если возможно. Всякую всячину продают. Утеплились все мы. Потому что здесь такая температура около нуля. Ай. Ай. Видите, еще номера вот прямо сюда. Вот они все однотипные. А вот нас кучицы ведут. Серий Лупа. Тиреал. 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 Ребята, вот какие цены здесь, все в долларах, чуть-чуть дороже, да, в долларах, потому что мы-то в горах уже, все шутит, конечно, это мой коллега шутит. Долларов на 5-6, вы можете наесться от куза здесь, если вам надо будет, кому-то будет полезно, вот, пожалуйста. Вячеслав, что ты пьешь? Что это? Как тебе масала чья? Почему? Невкусный? Безбодяжный? Вот так ребята готовят нам еду. Масала чая и наше блюдо, которое мы заказали, пельмешки тут, ребята, вон, заказали, смотрите, на пару. Готовят только мужчины, как видите. Это блюдо Момо называется. А что там внутри? Надо разобрать его. Извините, сэр, у тебя есть фокс? Капуста и огурец. А, капуста с огурцом. Капуста. С картошкой. С картошкой. Это блюдо, да, на начинку? Это соус. А, отлично, салатик взяли просто. Не просто, я просто остальные не донесу. Пошли дальше. Пошли. Красиво, ночью здесь. Дуляем по ночному городу, покушали, поужинали, все было очень вкусно. Мы там осенялись ситуацию со Славой, ему полтора часа еду не несли, мы заказывали последними, а получили еду первыми, нам носили-носили блюдо. А Слава сидел и слюни глотал. Ну, в конечном итоге мы все принесли, единственное, что вырубили света. И он кушал в темноте, потом, правда, опять включили. Мы сейчас вышли на улицу гуляем, на улице свежо, берите с собой теплую одежду, желательно даже зимнюю, потому что кто такая вот изморозь возле реки и пробивает, холодно. И не хватает уже немножко воздуха, то есть тяжело дышать, то есть так вот надышаться не получается. Поэтому вышли к реке. Красиво. Здесь какой-то рам на стоянке. Не знаю, что это такое. Тут и тут рядом. Тут гонюши. Решил вам показать, как спать, ложимся. Я так еще никогда не спал, но чтобы было понимание, мы спим в спальных мешках. Я тут надыбал себе теплого одеяла. Сейчас 10 градусов тепла, но когда здесь будет минус 10 или 0, я не представляю, как они здесь спят, потому что отопления никакого нету. Здесь нужна хорошая теплая одежда, спальные мешки хорошие, крепкие, чтобы не замерзнуть просто ночью. Сейчас покажу своего соседа, как он спит. Только нос торчит. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by. Субтитры сделал DimaTorzok